Что изменилось после введения желтого уровня террористической угрозы, проверил в Караганде лидер общественного движения ОСА и заключил, что граждане никак не защищены от нападений террористов. Чувствуют ли себя в безопасности сами карагандинцы, охраняются ли вокзалы полиции и кто попадает под подозрение, выясняла Людмила Батюшкина. Я сейчас нахожусь на автовокзале города Караганды и ради эксперимента хочу посмотреть вопрос как решается вопрос безопасности. Руслан Вазутов с включенной камерой мобильника прошелся по залам авто и железнодорожного вокзалов. Ждал, что его попросят показать содержимое рюкзака, проведут через металлодетектор или просканируют металлоискатели. Но рамка не издала ни звука, полицейских на вокзале он не обнаружил. И остался крайне возмущен. По его мнению, стратегически важные объекты никак не охраняются. Откровенно говоря, меня это напрягает. Если бы государство сказало, что у нас нет никакого терроризма, я бы даже, наверное, и не задумывался бы об этом. Но когда меня предупреждают и постоянно призывают быть бдительными, ну, слушайте, я бдительный, а полиция почему не бдительная? Почему где-то какие-то спецслужбы как-то не реагируют? Сегодня рамка металлодетектора также безмолвствует, но оператор с видеокамерой моментально привлек внимание охранников и сотрудников вокзала. Снимать нам тут же запретили. Нельзя, нельзя. Ты такой обиженный, не видишь. Нет, я понимаю, мы снимаем с разрешения. А вообще, вот полиция ходит здесь, проверяется? Да, проверяется. Я понимаю, что вы не разрушили, не разрушились к моим словам. Я вызываю на лист. При желтом уровне террористической опасности власти предупреждают население, просят как можно меньше находиться в людных местах, таких как рынки и вокзалы. Эти места берутся под особое наблюдение. Усиливается паспортный контроль и проверка транспортных средств. Однако ничего такого мы здесь не обнаружили. По положению, при желтом уровне террористической угрозы вокзал должен охраняться усиленным патрулем полиции. На вокзале есть линейное отделение полиции и опорный пункт. Как рассказал руководитель автовокзала, сейчас стражи порядка появляются в залах с оружием и в бронежилетах. Вот, пожалуйста, досмотры две улицы. На автовокзале есть 25 камер видеонаблюдения. Но если на охрану железнодорожных вокзалов и аэропортов из бюджета выделили 6 миллиардов тенге, то безопасность на автовокзалах их руководство должно обеспечить самостоятельно. На Караганинском автовокзале всего 4 охранника, которые дежурят по одному посменно. Со всех сторон контролируют. В общем, Акимат, КНБ, прокуратура, МВД, по линии министерств разные контролирующие. Все требуют с нас отчета, что вы делаете, как вы работаете по антитеррористической безопасности. Что такое сегодня охранник? Это человек, который вчера нигде не мог найти работу. Досмотр пассажиров, когда осуществляем присутствие правоохранительных органов, то есть наших полицейских, то он более-менее проходит нормально. Люди адекватно реагируют, досмотр более-менее идет. Но правоохранительные органы на сегодня говорят, что эта задача не наша. Наша задача – общественный порядок. По словам Иргалия Мукатова, сейчас ему придется искать и нанимать специализированную охранную организацию. Возможно, чтобы оплатить ее услуги, придется увеличить цену билетов. Конечно, стратегический объект. Чем проверяется? Все подозрительные люди досматриваются на ваш взгляд. Подозрительные. А как определяется? Подозрительный он или нет? Ну, как определяется. Это наша работа такая. Желтый уровень вводится, когда сообщение о подготовке теракта подтверждается. Но карагандинцы не слишком беспокоятся по этому поводу. Нас не проверяли, но сотрудники под полицей видели и, в принципе, чувствовали себя безопасно. Я очень переживаю за всякие желтые уровни. Не хотелось бы, конечно, на такое нарваться. В Казахстане это поспокойнее обстановка, чем где-то в других местах. Если проверяют сумку, пожалуйста, мы к этому тоже никаких претензий не имеем. А вас проверяли? Нет, не проверяли. Плестейский же хватит. Значит, нормально, безопасно. В Караганде и Тимирта уже не раз бывали случаи, когда люди вызывали полицию, увидев беспризорную сумку или пакет. На место стягивали спецслужбы, но во всех случаях пакеты оказывались просто забытыми.